итак господа вот она программа алексея навального перед моими глазами как вы знаете я очень скептически отношусь к алексею навальному и все-таки решил посмотреть может быть я не прав может быть я в нем ошибаюсь хотелось в общем где-то ошибиться я решил все-таки посмотреть внимательно на его программу оказалось что я не ошибался программа алексея навального это уникальный образчик типичной популистской программы в этой программе нет ничего конкретного все расплывчато и все оторвано от реальности блога сфера множество комментаторов экономистов и журналистов прошлись по всем пунктам мне казалось что я один такой скептический оказывается нет оказывается в наше время много образованных людей и уже далеко не просто всех обмануть это удивительная программа где например даже одним пунктом указывается гуманизация статей за покупку легких наркотиков отмена призыва сокращения армии в общем есть все что вы хотите от армии до наркотиков но нет самого главного и так займет слишком много времени если я по каждому пункту буду проходить я возьму знаете ли один единственный первый пункт этой программы я думаю что мне удастся развенчать миф об алексея навальным как будущем свободной россии читаем самый первый пункт минимальная зарплата 25 тысяч рублей дальше идет средняя пенсия 20 тысяч рублей 3 ставка ипотеки 2 процента вот этим собственно говоря все и сказано человек представляющий свою программу на будущее первым пунктом ставит деньги 25 тысяч рублей я вам обещаю естественно возникает сразу вопрос когда и в какой момент будет это осуществлено ведь понятно на этих выборах алексей навальным президентом не будет он сможет подступиться к этому через шесть лет что же тогда будет с 25 тысячами рублями может быть к тому моменту это будут сущие копейки вот это и называется популизм когда человек пытается угодить пипу настоящий же политик это стратег тот кто смотрит будущее и тот кто понимает что нужно для страны давайте немножко по философствуем я приглашаю людей умеющих думать подумать вот о чем в чем собственно говоря нуждается человек это общее известное рассуждение человек нуждается в некоторых необходимых вещах это еда сон и секс эти три вещи считаются основополагающими мы каждый день хотим есть мы каждый день должны спать и самое главное мы должны где-то спать под сном подразумевается также и наличие жилья потому что даже животные в животном мире для того чтобы иметь возможность спать спокойно ищут себе норы делают перлоги бьют себе гнезда и так далее все это делается для того чтобы один раз в сутки живое существо должно отключиться на несколько часов ну и естественно секс это естественная потребность размножить но возникает следующий вопрос а будет ли человек счастлив если он будет только есть спать и совокупляться оказывается только наличие этих вещей не делает человека счастливым ну например представим себе что человек сидит в тюрьме его хорошо кормят он может даже иметь секс он спит находится в безопасности но счастлив ли этот человек нет чего же не хватает сытому защищенному здоровому человеку ему не хватает самого главного ему не хватает свободы и именно закрывая человека в тюрьму общество лишает его самого дорогого и самого ценного стоящего на втором месте после жизни это свобода что включает в себя свобода свобода включает себя не только возможность перемещаться но самое главное свобода включает себя понятия творческой реализации не знаю верите ли вы в бога или нет но предположим себе что мы рассматриваем сейчас божественную концепцию что такое бог каждый скажет по-своему разные народы рисовали его по-разному но самое главное в чем все божества сходятся это в том что бог творит мир нужно предполагать что во все времена человек подразумевал следующее над человеком есть некое высшее существо которое отличается одним самым главным качеством оно творит бог так и называется бог творец человек это маленькое подобие бога и он реализуется становится счастливым или чувствую себя счастливым только когда тоже что-то творит при этом под творчеством можно понимать очень разные вещи если человек обрабатывает дерево и затем из этого дерева делает мебель уже творец если он берет камень обтесывает этот камень и строит дом а потом не только дом а вот такой великолепный дворец конечно же он творец творец не обязательно музыкант художник или архитектор писатель творец любой человек который занимается своим любимым делом ставит цель и что-то создает если вы когда-то искали ответа на вопрос для чего вы живете или в чем смысл жизни я вам отвечаю просто и легко смысл жизни человека в творчестве есть еще одна вещь делающего человека счастливым или несчастливым эта вещь называется общение оказывается когда человек творит если он делает это только исключительно для себя он все равно несчастлив каждый акт своего творения человек хочет делить со своей социальной группой чтобы мы не делали писали ли мы книги строили ли мы дома мы хотим чтобы другие это читали мы хотим чтобы другие на это смотрели чтобы другие этим восхищались человек часть социума и поэтому он хочет быть принят в своей среде хочет быть любим или даже знаменит это кому как но человеку необходимо человеческое общение поэтому в тюрьме самым жестоким наказанием считается закрытие человека на долгое время в одиночную камеру потому что в таких условиях человек начинает медленно сходить с ума а это значит перестает быть человеком а теперь перенесемся в любое государство в любую политическую обстановку что такое государство это социум людей объединенных либо одной идеей либо каким-то национальным признаком что тоже по большому счету считается просто идеи каких обществах люди более счастливы естественно свободных обществах западного типа почему потому что там у человека максимальные свободы и он может максимально себя реализовать при этом под общением в политическом смысле имеется конечно же информация в россии могут посадить на два года за перепост вконтакте в россии сажают человека если он выходит на улицу и что-то пишет на плакате это и есть то что человека лишают возможности общаться с себе подобными высказывать свое мнение и так к чему я все это говорю к тому чтобы вы понимали никакое наличие квартиры никакое количество денег никакая еда даже о которой вы очень сильно мечтаете никогда не сделает вас счастлива если вы будете полуголодный но у вас будет цель смысл жизни вы будете одержимы какой-то идеей вы будете чувствовать себя очень счастливым и даже не замечать что вы голод а вот если вы лишь наедаетесь но у вас впереди нет никакой цели вы ничем не занимаетесь единственное что вас ждет эта депрессия известно что медики проводили эксперимент крыса когда она выбиралась из лабиринта или строила себе гнездо чувствовала себя прекрасно как только крысе отдали возможность попасть в идеальные условия перед ней насыпали целую гору корма через какое-то время насыкившись полностью крыса забилась в угол и у нее началась депрессия потому что никакое количество еды не делает даже животных счастливыми а уж человека тем более хороший прогрессивный политик первыми пунктами своей программы ни в коем случае и никогда не должен говорить о деньгах потому что ни деньги ни зарплата не пенсия не сделают вас счастливыми первыми пунктами у хорошего политика в программе должны приблизительно стоять следующие слова полная свобода сми в моем государстве и я как президент гарантирую вам создание системы порядков контроля и гарантирую вам свободу слова второе что должно стоять в прогрессивной программе необходимо срочно создать систему независимых судов если мы не найдем независимых судей их необходимо пригласить со стороны наша первостепенная задача восстановить стране законность и справедливость вот справедливости требуют люди во всех обществах неважно будь то африка европа или россия люди чувствуют себя угнетенными и оскорбленными если общество сильно расслаивается а в россии не только расслойка общества в россии настоящая кастовая система для того чтобы от этого избавиться третьим и самым главным пунктом должно быть обсуждение изменения российской конституции и с принятием новой конституции между правительством и народом должен быть заключен договор что все все без исключения договариваются исполнять новую конституцию кстати новая конституция как модель будущего общества может стать действительно общенациональной идеей свое время конституция объединила американцев американцы договорились со своими судьями и со своими правителями о том что они обещают и будут придерживаться закона но и на правители должны его придерживаться с тех пор любой президент обязан появиться в суде если американский суд хочет видеть президента и у него есть к нему вопросы а в россии владимир путин рассуждает о своем друге сечине приблизительно так да мог бы и сходить в суд почему бы и нет мог бы сходить мог бы не сходить ни в одном демократическом обществе этот вопрос бы даже не ставился господин сечин обязан пойти в суд если российский суд хочет его видеть понимаете на каком уровне находится ваша судебная система четвертым а может быть даже одним из первых пунктов программе прогрессивного политика должна стоять простая строчка незыблемость частной собственности на территории российской федерации каждый человек имеет право на защиту своей частной собственности и передачу своей собственности своего имущества по наследству а мы гарантируем что это не изменится ни завтра ни послезавтра не через годы вот если вам удастся убедить людей что можно приехать в россию построить завод вложить все свои силы и средства для того чтобы этот завод я мог отдать по наследству своему сыну тогда к вам приедут люди и будут инвестировать а российский закон должен защищать собственников но к сожалению алексей навальный и ему подобные даже не затрагивают подобные темы он видите ли говорит о гуманизации за покупку легких наркотиков он считает это важнее частной собственности или например у него одним из пунктов идет следующая строчка крым тире проблема решения нет естественно для алексея навального нет решения этой проблемы потому что у него нет самых главных пунктов программе если бы он написал что главенство закона на территории россии будет приоритетом то вопрос о крыме просто бы отпал сам собой россия нарушила международные договора россия нарушила в этом смысле закон для того чтобы восстановить законность необходимо не только вернуть территорию соседнему государству но и заплатить компенсации тем самым восстановить дружественные или по крайней мере рабочие отношения бизнесмены в конце концов в россии перестанут пугаться заниматься бизнесом потому что будут сняты санкции а до тех пор пока алексей навальный будет рассуждать о пенсиях в 20 тысяч или о ставке ипотеке в 2 процента что абсолютно нереально никто из бизнеса не приедет в россию потому что санкции не будут сняты всеми своими пунктами алексей навальный не приблизился ни на шаг прогрессивному будущем он всего лишь говорит следующее я вам дам немножко больше денег и начну заниматься борьбой с коррупцией лишь последним пунктом он пишет о том что люстрация чиновников правоохранительных и судебных органов пропагандистов сми последним пунктом он пишет то с чего надо было бы начать а это осуждение путинского режима привлечение всех ответственных это о чем говорил свободный форум россии и то к чему они готовят свои списки полная люстрация всех кто этим занимался и начала строительства нового государства только при полном сломе существующей системы вы теперь понимаете что алексей навальный не собирается ломать систему от того что на троне изменится лицо пообещавшая вам на 5000 рублей больше ничего существенного вашей жизни не изменится если бы я был гражданином россии обращаясь к алексею навальному я бы сказал ему следующее знаешь что лёша засунь-ка ты свои 25 тысяч себе поглубже в задницу ты как президент создай независимую судебную систему сделать так чтобы сми были свободными обеспечь мне гарантию моей частной собственности и я сам заработаю себе 100 и 200 тысяч если эти условия будут выпал можете говорить мне все что угодно но на данном историческом этапе алексей навальный абсолютно не тот человек кто мог бы вывести россию из кризиса и кардинально изменить положение вещей